Всем привет! В эфире Юнивер Новости, а в студии Максим Мартынов. 19 апреля в Казани состоялся республиканский форум «Алга. Поехали!». В рамках него райсер республики Татарстан Рустам Миниханова представили проекты движения первых, которые реализуются в этом году в республике. Например, показали детскую банковскую карту первых в Татарстане. У нее будет уникальный дизайн и система лояльности с кэшбэком до 10% при покупке в определенных сервисах и магазинах. Получить карту можно будет бесплатно детям и подросткам с 6 до 18 лет. Вместе с Рустамом Минихановым выставку посетили заместитель премьер-министра республики Татарстан Лейла Фазлеева и мэр Казани Ильсур Медшин. Гостям рассказали о проектах, которые будут реализованы в этом году по уникальному для России направлению «Родной язык, национальная культура и традиции». Некоторые из них получили грантовую поддержку комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. В Елабусском институте Казанского федерального университета в 12-й раз состоялась международная тюркологическая конференция. Тема конференции «Тюркский мир в современных реалиях. Проблемы языка, литературы, истории и культуры». В мероприятии приняли участие более 150 исследователей из России, Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Среди тех, кто представил свои доклады, были как выдающиеся ученые в области изучения ислама, тюркских стран и евразийской цивилизации в целом, так и студенты, которые только начинают свой путь в мир большой науки. Большое внимание в рамках конференции по традиции уделяется взаимодействию российского государства с миром ислама, экономическим, политическим и культурным связям с тюркоязычными странами, а также истории, становления и развития древнего государства Волжской Булгарии, находившегося на территории Поволжья. Всего во время конференции было организовано семь тематических секций, в которых следования тюркского мира представили более узкими научными направлениями, такими как лингвистика, литературоведение, фольклористика, археология, педагогика и языкознание. 22 апреля Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета состоялась встреча с героем Российской Федерации, Расимом Баксиковым. Темой лекции стала любовь к родине. Патриотизм – это преданность своему отечеству, любовь к родине, стремление служить интересам страны, готовность вплоть до самопожертвования к ее защите. Тема патриотизма является одной из ключевых в формировании мировоззрения российского общества. Встреча прошла в рамках просветительского лектория про Татарстан от первых лиц в формате открытой лекции. 22 апреля 1870 года родился российский революционер Владимир Ленин. А его жизни слагают легенды, пишут книги, снимают фильмы. Его личность и профессиональный путь под лупы изучают в школах и высших учебных заведениях. Нашему поколению, конечно, приходится опираться всего лишь на исторические сведения. В следующем сюжете мы расскажем вам о том, как Ленин оказался в Казани, почему будущего вождя мирового пролетариата исключили из университета и какая память о нем хранится в стенах вуза. Биография Владимира Ленина исследована вдоль и поперек. Казанский период занимает существенную ее часть. Прежде чем перейти к самому провокационному, стоит рассказать о том, как Ленин оказался в Казани. Здесь проживали его тетки, сестры, матери Владимира Ленина Мария Александровна. Приехала семья в Казани на пустое место после известных событий, когда старший брат покушался на жизнь царя Александра Третьего и был казнен. Жизнь в Симбирске становилась невыносимой в связи с тем, что окружающие соответственно относились к этой семье. Как брат у государственного преступника даже с золотой медали доступ Владимиру Ильичу в столицу был закрыт. Поэтому семья решила поехать в Казань, в университетский город, где проживали родственницы. Вообще о переезде, если мы говорим о переезде Владимира Ильича и Ульянова Ленина в Казань, то стоит отметить, что, казалось бы, для начала главными причинами было именно то, что его родители очень тесно связаны с нашим краем. По частности, отец у него выпускник нашего университета, у матери родственники живут. Но переезжают они не из-за этого, а из-за того, что старший брат Володя, Александр, принял участие в покушении на императора Александра Третьего 1 марта 1887 года. Это покушение не состоялось, полиция об этом узнала, Александр арестовала его группу, впоследствии казнила. Из-за этого мальчикам из семьи Ульяновых, в том числе и Володе, было запрещено поступать в Московский Санкт-Петербургский университет. Причем официального норматива правого акта не было. Просто по воспоминаниям родственников Владимира Ильича, жандарм намекнул то ли матери, то ли сестре, что бессмысленно поступать вообще в Москву или в Санкт-Петербург, вас туда не примут. В 1887 году Владимир поступает в Казанский университет. Он написал прошение с просьбой принять его на юридический факультет. Однако зачисление случилось не сразу, так как была наложена резолюция. Отсрочить до получения характеристики. Ее, конечно, написали, прислали, и после положительной характеристики была поставлена резолюция принять. Владимир Ульянов стал студентом Казанского университета. Именно с этого момента начинается все самое интересное. В то время в России активизируются студенческие волнения, в большинстве своем связанные с установлением негласного полицейского надзора, введением целого штата специальных инспекторов, увеличенной в пять раз платы за обучение и необходимостью носить дорогостоящую форменную одежду. Студенты не только Казанского университета, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Харькова были против такого устава. Двое студентов из Москвы были убиты. В 87-й год он связан вообще с пьяническим волнением во всей стране. Студенты бунтовали активно против новых университетских порядков. Совсем недавно, несколько лет назад, вышел новый университетский устав, довольно реакционный, устав Александра Третьего. По нему значительно урезалась автономия университета. Кроме того, вышел циркуляр кухаркиных детях о том, что представители низших сословий не могут поступать в гимназию, а, следовательно, после гимназии поступать уже в университет. Естественно, студентам это все не нравилось, потому что это затрагивало их личные, так сказать, свободы, а университет был оплотным такого, свобода мыслия, можно было сказать. И, естественно, студентам это не нравилось. И в ходе одного из студенческих таких волнений, восстаний, в Москве погибает двое студентов. Москвичи, московские студенты приезжают сюда, просят казанцев поддержать их в этих волнениях. Казанцы соглашаются. Они всегда были такие революционеры по своему настрою. Об этом, в частности, свидетельствуют, что и в 60-х, 70-х, 80-х годах периодически возникали вот эти студенческие восстания здесь. И они были такие результативные, можно сказать, для университета, потому что университет порой даже закрывали на две недели, пока студенты успокоились. И вывешивали такую специальную табличку, что университет закрыт на время. Казанские студенты объединялись в нелегальные кружки, в землячество. Таких на тот период было шесть. В Симбирско-Самарское землячество вошел Владимир Ульянов. Они собирались на улице Нижней Федоровской. Там ребята обсуждали свои насущные дела. Решено было провести 4 декабря 1887 года акцию протеста в актовом зале Императорского Казанского университета. По уставу, конечно, собираться студентам и тем более протестовать было категорически запрещено. Однако для молодых это не было преградой. Студенты требовали от руководства демократизации устава, потребовали уничтожить сословности и наказать повинных в убийстве московских студентов. Петиция была отклонена. Ректор ее не принял. На готове уже стоял полк солдат, который окружил университет. Студенты противостояли ректору, а ректор пытался избежать открытого столкновения, пытаясь всячески уговорить студентов, чтобы они покинули здание. Наиболее рьяные студенты решили бросить на стол входные студенческие билеты и покинуть актовый зал. Их было 99 человек, среди них имя Ульянова. Вообще стоит отметить, что в советской исследовательской литературе авторы очень любили писать, что именно Владимир Ильич был организатором всего этого восстания, этой студенческой сходки, был лидером. Но давайте смотреть по правде в глаза. Студент первого курса, отучился всего 2-3 месяца, вряд ли у него будут такие тесные связи со студентами. А организатором, одним из организаторов главных, принято считать писателя впоследствии известного Евгения Чирикова. И у них с Лениным будут последствия и взаимоотношения довольно хорошие. И именно Ленин посоветует Чирикову эмигрировать, потому что понимал, что у них расходятся как раз-таки взгляды после революции гражданской войны. Владимира Ульянова сослали по месту проживания в село Кокушкино. Спустя год его мать поняла, что об окончании университета и речи быть не может. Тогда молодой человек написал прошение об изъятии его из числа студентов. Вот так и закончилось его пребывание в Казани. Такое короткое, но самоотверженное революционное начало его биографии было положено в стенах Казанского университета. С тех самых пор вождь революции всю свою жизнь без остатка отдал делу служения народу, борьбе с царизмом и капитализмом, всемирноисторическому делу освобождения трудящихся, делу торжества социализма. Зиму, часть весны он проводит там, естественно, занимается самостоятельно. В конце весны он пишет прошение. Прошу вернуть мне число студентов Казанского университета. Министерство никак на это не реагирует. В сентябре пишет второе. Прошу выехать за границу, получить образование там. Министерство тоже ничего не отвечает. Тогда Володя решает вернуться обратно в Казань, потом переезжать с матерью в Самарскую губернию в имени Алакаевка. Как я уже сказал, при этом самостоятельно занимается. А затем в 1891 году в Санкт-Петербургском императорском университете взаёт экзамены экстерном, получает диплом юриста. А в 1923 году Владимир Ильича Ульянов-Ленина, как председателя Совета народных комиссаров СССР, назначают почётным членом учёного совета Казанского государственного университета. Университет, который он даже и не закончил. В 1918 году императорский Казанский университет был преобразован в Казанский государственный университет, а после смерти Владимира Ильича Ленина вуз был назван в его честь – КГУ имени Владимира Ильича Ульянова-Ленина. На сегодняшний день уже в Казанском федеральном университете императорский зал, где воспроизведены интерьеры второй половины XIX века, входит в структуру Музея истории КФО, в которую, в свою очередь, входит мемориальная аудитория номер 7 – Ленинская, где сохранилась парта студента Ульянова. Также перед главным зданием Казанского университета в центре полукруглой площадки находится памятник молодой Ульянов. В 60-х годах в период оттепеля студенты КГУ прозвали популярную площадку возле скульптуры «Сковородкой». С тех пор здесь проходят все важнейшие события университетской жизни. Карина Саяхова, Ахмаджон Уоев, Универ Новости. У каждого из нас в жизни было множество учителей, но есть те, кто занимает в нашем сердце особое место. Те, кто долгие годы относились к своей профессии с большим трепетом и безграничной любовью, имеют огромное значение как для студентов, так и для университета в целом. 19 апреля в Институте физики Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие в честь 90-летия заслуженного деятеля науки Российской Федерации и широко известного за рубежом специалиста в области теоретической физики, доктора физико-математических наук Бориса Кочелаева. О том, как прошло знаменательное событие, узнаете в сюжете моей коллеги Адалины Абдарахмановой. 19 апреля 90-летний юбилей отметил профессор-консультант кафедры теоретической физики Института физики Казанского федерального университета доктор физико-математических наук Борис Кочелаев. В его честь прошел концерт «Любимые песни и романсы». Аудитория Института физики собрала учеников, коллег и друзей юбиляра. Каждый из них пришел поздравить любимого друга и уважаемого учителя, послушать романсы в исполнении студентов, аспирантов, сотрудников, а также участников профессор-шоу. В концерте принял участие директор Института физики Марат Гафуров. Казанские университеты празднуем 220 лет, поэтому нам не гоже забывать ни своих учителей, ни своих наставников, ни своих сотрудников, ни даже наших студентов, с кем мы вместе работаем. Все из нас они важны, ценны, и мы думаем долгих лет и долгого творчества. Борис Иванович с детства любил петь, с детства любил музыку, и где-то лет пять назад он сделал следующие мероприятия. Сам придумал, сочинил, он провел несколько вечеров романсов. Это имело достаточно большой успех на физфаке, и поэтому к его юбилею он попросил без всякого официоза, и единственное, что он согласился, это на этот вечер. Борис Кочелаев родился в 1934 году. В 1957 году окончил Казанский университет, а с 1958 года начал в нем свою педагогическую деятельность. В числе популярных наград – медаль за освоение целинных земель, орден трудового красного знамени, медаль ветеран труда, орден почета, государственная премия Республики Татарстан в области наук и техники. Участвовал в организации и проведении многих международных научных конференций, в частности, по магнитному резонансу. Возглавлял кафедру теоретической физики Казанского университета. Профессор Кочелаев создал свою научную школу, подготовив 33 кандидата наук, из которых 11 защитили докторские диссертации. Когда стал преподавать сам, конечно, это было ответственное дело. И я очень всерьез к этому относился. Отметим, что в день рождения Бориса Ивановича также вышел посвященный ему специальный выпуск журнала Magnetic Resonance Insolids, составленный из статей его коллег и учеников. Журнал входит в базы данных Web of Science и Scopus. Важно, что создателем этого журнала является сам Борис Кочелаев. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. 22 апреля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошла церемония награждения победителей конкурса «Студенческий лидер КФО». Организаторами выступили первичные организации студентов ВУЗа совместно с Департаментом по молодежной политике. Этот конкурс уже стал традицией, ведь он проводится в Казанско-Федеральном с 2003 года. Всего было два этапа. Первый отбор прошел заочно. Студенты подготовили презентацию на тему «Я студенческий лидер». На второй этап прошло 11 человек, и для них было подготовлено семь разнообразных и сложных конкурсных испытаний, среди которых автопортрет, правовое ориентирование, мастер-класс, блиц 2 к 1, управленческий поединок и информационный проект. Этот конкурс был направлен на выявление самых талантливых, абициозных студентов КФУ, занимающихся общественной деятельностью. Два победителя пойдут представлять КФУ в конкурсе «Студенческий лидер Республики Татарстан». На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова